Привет! Вы на канале компании, которая имеет огромный логистический центр, огромное количество запчастей, отличный сервис и быструю доставку. Правильно, вы на канале компании «АвтоСтронг». Мы подумали, что сегодня надо разобрать что-то легендарное. Итак, встречаем 20-ти клапаны 1.8 с индексом AGN VAC. Двигатели с 5 клапанами на цилиндр были фирменной фишкой VAC. Они выпускались с середины 90-х до начала 2000-х. Такие двигатели мы уже разбирали. Легендарный 1.8 турбо двадцатиклапанный и поздний двухлитровый атмосферник. Данный двигатель из того же семейства EA113. У него чугунный блок в приводе ГРМ, зубчатый ремень, который приводит выпускной распредвал. От выпускного распредвала впускной приводится короткой цепью. Эта цепь оснащена гидравлическим натяжителем, с помощью которого регулируются фазы впускных клапанов. Двадцатиклапанные двигатели VAC очень надежные и могут пройти 500 тысяч километров. Главное, не экономить на обслуживании, особенно на моторном масле. Но и замученные хозяином двигатели могут служить достаточно долго с шумом, с крохотом и часто со сниженным давлением масла. При желании и финансовой возможности достаточно недорого их можно привести в рабочее нормальное состояние. И прямо сейчас мы расскажем о всех особенностях и слабых местах данных моторов на примере двигателя с обозначением AGN. Данный мотор был снят с Audi A3 2000 года. Также эти моторы ставились на Volkswagen Golf 4, Seat Leon, Seat Toledo, а также Skoda Octavia. Данный двигатель неисправен. При неисправности либо недостаточной производительности погружного бензонасоса двигатель может не заводиться вовсе либо же заводиться с трудом. Также возможна кратковременная потеря тяги на высоких оборотах, а также двигатель может не крутиться до отсечки. Также во впускном коллекторе частенько возникают подсосы воздуха. Из-за этого формируется неправильный состав топливо-воздушной смеси. Основные места подсоса не учтенного воздуха это вакуумные трубки, клапан ВКГ, а также патрубки в конце впускного коллектора. При разрушении правой опоры двигателя, а именно резиновой ее части, на холостом ходу на двигателе ощущаются вибрации, а также рывки при резком нажатии на педаль газа и сбросе. Датчик массового расхода воздуха на двигателе 1,820 клапанов не особо надежный. При его неисправности сильно возрастает расход топлива, а также появляется некоторая задумчивость на средних оборотах. При неисправности ДМРВ дает неверные показания расхода воздуха, что видно при диагностике. В комментариях пишут, что он взглядом разбирает моторы. Итак, встречаем тот самый Александр и мы начинаем нашу разборочку. Дроссельная заслонка на данном двигателе с тросовым приводом. Она, в принципе, нареканий не вызывает и не склонна к загрязнению. Сажевый и масляный налет на ней появляется из-за неисправной системы ВКГ. Знатоки заметили, что на данном двигателе стоит полностью легкосплавный впускной коллектор. Данные коллекторы встречаются на двигателях до середины 2000 года. Этот коллектор полностью пассивный, но встречается также на половину пластиковых коллекторов. В пластиковой части стоят заслонки для изменения его длины. На двигателе, который мы разбираем, катушки не оказалось. Но мы знаем, что в «АвтоСтронг-М» есть все, и мы достали требуемую катушку. Двигатель 1.8 AGN оснащен не сильно надежной катушкой, которая может выйти из строя либо даже треснуть. Также существуют промежуточные неисправности, когда она стреляет мимо и также может выйти из строя из-за нагрева. Старые высоковольтные провода могут быть причиной троения двигателя и потери мощности в среднем диапазоне оборотов. Между теплообменником и его кронштейном используется вот такое уплотнительное кольцо. Вообще эта конструкция используется в двигателях VAX 1980-х годов, то есть номер уплотнительного кольца не менялся. Но существует проблема. На рубеже пробега в 150 тысяч километров данное кольцо дубеет и может вызвать сильную течь масла наружу. Обычно это происходит зимой при утреннем запуске. Датчик давления масла оповестит о падении давления. И тут самое главное вовремя среагировать и заглушить двигатель. Иначе очень много масла вытечет и двигатель будет испытывать масляное голодание. Бывали случаи, что водитель не мог наблюдать красную маслёнку из-за того, что очищал утром автомобиль от снега. Также много двигателей погибли после автозапуска либо дистанционного запуска. Если это кольцо начнет пропускать масло, то масло может вытечь буквально за несколько минут. А вообще рекомендуется менять это кольцо превентивно каждые 100 тысяч километров и даже возить с собой запасное. На задней части ГБЦ находится пластиковый фланец, стройник системы охлаждения. Он недолговечен и рано или поздно дает течь антифризом. Клапан системы вентиляции картерных газов является неотъемлемой частью пластикового патрубка, который входит в дроссельную заслонку. В клапане есть мембрана диаметром 26 миллиметров. Естественно, с возрастом она лопается и тогда двигатель начинает засасывать масло, которое плотным слоем ложится во впускной тракт и в дроссельной заслонке. Оригинальная трубка с клапаном стоит в районе 150 долларов, поэтому мало кто из владельцев ее меняет. Решают проблему по-другому, то есть отпиливают корпус клапана, достают мембрану и меняют ее на подходящий вкладыш из силиконового материала или маслостойкой резины. Либо добавляют перед этим клапаном клапан с двигателя 2.0 ALT, который стоит всего лишь 15 долларов. В приводе ГРМ используется механический натяжитель, но также в приводе ГРМ есть гидравлический демпфер, который призван сглаживать колебания и вибрации ремня при изменении фаз впускных клапанов. Этот демпфер не входит в комплект ремня ГРМ, но вместе с ремнем и роликом меняется стальной ролик демпфера. Гидравлический демпфер достаточно надежный, но тоже может выйти из строя, и тогда он будет тихонечко стучать, а при изменении фаз впускных клапанов будет слышен шелест цепи. Данный демпфер стоит 100 долларов, и многие владельцы меняют его вместе с ремнем ГРМ. Резиновая прокладка клапанной крышки дает сильную течь масла и подлежит замене. Нередко она начинает течь синхронно с сальниками распредвалов. Регулирование фаз впускных клапанов осуществляется с помощью вот этого натяжителя. Изменение фаз происходит в результате взаимного изменения натяжения верхней и нижней ветви цепи впускного распредвала. В основном положении натяжитель цепи выдвинут вверх, верхняя ветвь цепи длиннее, тогда клапаны открываются с запаздыванием. Мотор стабильно работает на холостых оборотах и развивает высокую мощность на высоких оборотах. А когда натяжитель опускается вниз, длиннее становится нижняя ветвь цепи. Наполняемость цилиндров улучшается и двигатель развивает более высокий крутящий момент. Положение цепи регулируется управляющим соленоидным клапаном, который подает масло к натяжителю по двум каналам. В принципе, принцип действия такой же, как при гидравлическом фазовращателе. Весь узел, состоящий из двух башмаков натяжителя и гидравлического клапана, служит порядка 150-200 тысяч и требует замены. Из-за него цепь начинает шелестеть. Но прежде чем менять натяжитель, его надо продиагностировать. Для этого в диагностическом ПО есть тест регулятора положения распредвала. Также можно просмотреть фактические параметры фаз впускного распредвала. Для этого ПО отслеживает нормальное и переставленное положение впускного распредвала при езде практически на холостых оборотах, а затем при полном нажатии акселератора. Положение впускного распредвала должно меняться от 3 градусов до диапазона от 15 до 22 градусов и без запинок. Если положение распредвала меняется в меньшем диапазоне, а именно примерно от 4 до 14 градусов, то значит натяжитель неисправен. Либо не хватает давления масла для его перемещения. Новый гидронатяжитель стоит 450 долларов, хотя китайские марки соблазняют более дешевыми в разы деталями. В редких случаях насос системы охлаждения может огорчить проворотом крыльчатки. Заметных признаков такой поломки не видно, но если есть подозрения в адрес помпы, то можно продиагностировать. То есть достаточно снять тонкий шланг, который идет к расширительному бачку, это шланг обратки. И если на холостых оборотах оттуда не льется охлаждающая жидкость, а при нажатии на педаль акселератора чуть-чуть капает, то значит помпу надо менять. Надо ставить помпу с металлической крыльчаткой. Чаще всего гидронатяжитель меняют при растяжении цепи. Если цепь растянулась, то при работающем двигателе будет слышно шорканье и лязганье цепи. Цепь оригинальная цепь стоит 80 долларов. Если не обращать внимание на вот это лязганье и шорканье, то можно доездиться до износа шестерен распредвалов. И тогда надо будет менять распредвалы в сборе. Установленная под натяжителем прокладка служит те же 200000 километров. Затем начинает давать течь масла. Течь масла в задней части ГБЦ – это еще один звоночек, чтобы поменять натяжитель, прокладку, а также заглушку впускного распредвала. Два распредвала, 16 клапанов и гидрокомпенсаторы присутствуют. По состоянию все отлично. Здоровый лаковый налет. Обратите внимание на интересную конструкцию впускного распредвала. Здесь по три кулачка на каждый цилиндр. Цок от гидрокомпенсаторов до прогрева двигателя может намекать на недостаточное давление масла. Недостаток давления масла может быть из-за изношенного маслонасоса, а также забитого маслозаборника. При пробегах 300 тысяч километров данный двигатель нуждается в замене маслосъемных колпачков, потому что со временем они могут пропускать масло. Признаков текущих маслосъемных колпачков мы здесь не наблюдаем. Зато наблюдаем уникальную ГБЦ с пятью клапанами на цилиндр. Здесь мы не видим ни трещин, ни масляного нагара, то есть ГБЦ у нас в хорошем состоянии. И, кстати, данная ГБЦ была снята с этого двигателя под определенного клиента и уходит в продажу. По состоянию цилиндров слабенький хон, задиров нет. Масляный насос приводится от коленвала вот этой цепью. При пробеге в 300 тысяч километров бывают случаи, что звездочка изнашивается и это приводит к прокручиванию и проскальзыванию цепи. Конечно, в таком случае двигатель начинает серьезно голодать маслом. Также бывают случаи подклинивания перепускного клапана и также бывают случаи износа шестерен маслонасоса. Из-за этого слышен треск небольшой в нижней части двигателя. Возрастным двигателем AGN не помешает ревизия маслонасоса, а именно измерение давления масла. Давление масла на холостом ходу должно быть не менее 1,6 бар. Также не помешает провести ревизию вот этой звездочки. Двигатель при масляном голодании лязгает межраспредвальной цепью и цокает гидрокомпенсаторами. По состоянию поршней компрессионные маслосъемные кольца подвижны, но маслосъемные кольца закоксованы. Графитовое напыление изношено и мы наблюдаем износ на шатунных вкладышах. Также нагар на донышках поршней. Коренные вкладыши потёрты, но задировки нет. Для 20-летнего мотора это очень даже неплохо. И коленвал визуально в хорошем состоянии, без потертостей, бороз и каких-либо задиров. Разборка закончена и сегодня мы разобрали легендарный и очень надежный мотор. Да, мы перечислили много слабых мест, но эти слабые места обычно возникают из-за того, что владельцы плохо следят за этими моторами. Если вы хотите знать о моторах, коробках и БУ запчастях абсолютно всё, обязательно подпишитесь на наш канал. Поставьте лайк этому видео, заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт. Покупайте у нас отличные запчасти и помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова